Двухэтажные деревяшки Нософьяна 55-го года постройки. Естественно, за столько времени их износ колоссальный. В 2010 году были капитально отремонтированы крыши. Однако другой проблеме пока нет никакого внимания. Дома гуляют. То ли фундамент пошел в кривь и в кость, то ли несущие балки сгнили. Полы в квартирах под большим уклоном, причем и на первом, и на втором этажах. Вот здесь плинтус. Вот видите, все упало этот угол. В свою управляющую компанию «Дом плюс» по поводу гуляющих полов Наталья Цинкало обращалась ровно год назад. Ей сказали, потерпите. Но ее терпению пришел конец. Уже входные двери до конца не открываются. Я написала заявление. 4 апреля отдала это заявление. Мне сказали, вы не торопитесь. Через год. Вот у соседей сделали. Вот проходит год. Сейчас уже дверь не открывается. Дырка в комнате. И дверь, вот посмотрите, вот сами все видите. Представители управляющей компании парировали, что жильцы сами виноваты. Вырыли подвалы там, где это не предусмотрено. Из-за погребов нарушен проект дома. Подвалы не мы копали. Мы заехали с подвалами. Вот лично мы заехали с подвалами. Я только приехал позже, меня. Она заехала. Подвал этот был. Во всех домах были уже подвалы. Дом с 55-го года. Я видел. Понимаете, тут одна плесень уже. Вот такой слой плесени девушки. Там нечего смотреть. Там уже все сгнило. Вот, вот один грибок. Вот такой. Все. Орабатывать надо немножко. Убирать в яме. Это вот, пожалуйста, девушки, не ко мне эти битвы. Посмотреть подвал УК отказалось. Везде плесень и грязь. Плюс ко всему погреб обшит досками. Увидеть, в каком состоянии несущие балки и лаги нет возможности. В следующий раз они придут тогда, когда подвал будет освобожден. Тогда и будет составлена дефектная ведомость. Если причина уклона полов кроется в несущих стенах и фундаменте, то на общем собрании собственников жилья жильцы могут включить в тарифы ремонт подвальных помещений. Собрание пройдет в апреле. Я пенсию получаю 8 тысяч. Я плачу сейчас за квартиру 4. Что мне остается? Не-не-не, надо однозначно ходить. Понимаете, у нас 3 пенсионера живем. Мы на что жить-то будем? Понимаете? Это обследование однозначно за городской. Мы бы рады с этой квартиры сбежать. Но куда нам... Ясно, что все ремонтные работы дорогостоящие. Дом не попал в список фонда содействия реформированию ЖКХ. А это значит, что расходы будут распределяться между собственниками и муниципалитетом, если квартиры не приватизированы. Единственное, в чем могут помочь депутаты на этом этапе, это провести за счет бюджетных средств полный осмотр дома. Нужно закладывать в городской бюджет расходы. У нас выделено в 2012 году, на этот год, на обследование домов по улице Матросова. Нужно, значит, собственникам написать заявление и на главу города, и на председателя городской думы с просьбой включить дом по Софьяна-10 и дом по Софьяна-12 в эту же программу, комплексно обследовать, чтобы инвентаризация жилищного фонда должна пройти, чтобы на предмет признания его аварийным и ветхим. Свободного жилфонда в городе нет, поэтому, скорее всего, ветхие деревяшки придется латать. А вот в какую копеечку это выльется, пока не ясно.